В прошлой серии Жекан повстречал своего старого знакомого, Абдуля. Тот рассказал всю правду о главном докторе и попросил помощи в его поиске у Жекана. Доктор расположился в Припяти, в Припять путь далёкий и для начала нужно попасть в бар. Редуктор от БТРа есть, осталось вернуться на свалку и поговорить с нашими парнями, починить БТР и помчаться. Но, как обычно, оказалось не всё так просто, плюс перед баром нужно ещё зайти на агропром. По традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Добрый день, господа. Произошёл казус. Напали снова на убежище. Давайте поможем ребятам отбиться. Добрый день. Вот это было неприятно, конечно. Всё, размотал. Абдуль уже здесь, всё в порядке, добрались. Хотя, почему-то мои пацаны, которые тут были, пропали. Вот это вот уже странно, конечно. Давай ещё ебопрофенов возьмём с медсумки, которая у меня есть. Ага, они тут записку какую-то оставили. Сейчас, почитаем. Давайте всё-таки скинем турель, короче. Канистры, надоели они мне все. Бесят. Вот это тоже тут скинем, пусть лежит. Короче, телепорт работает и на других локациях. Смотрите, тут можно сразу к переходу на кордон телепортироваться. И, в принципе, можно будет сходить на кордон. Потому что, скорее всего, тут тоже будут телепорты. Я надеюсь, что тут будет телепорт, который кидает там куда-нибудь сюда, допустим. Ну, условно. Это было бы просто охеренно. Но сначала давайте выясним, почему тут никого нету. Так, БТР вижу. А где же твои знакомые? Есть проблема. Помнишь тех рэкетиров, которым ты служил на кордоне? Ну? Эти уроды наведались сюда, пока мне не было. А, подожди, я не прочитал уже записку, дурак. Дневник про ныры. Подожди, что за дневник про ныры? А, это дневник про ныры, который тот в тоннеле на фабрику сдох. Ну, читаем на паузе, потому что эта информация уже устарела. Ничего интересного. Записка рэкетиров. Если ты хочешь увидеть своих корешей живыми, то бери один лимон бабла и приходи сам к черному леску, что за лужей. Приведешь кого, мы сразу корешей твоих придушим. Тырса. Ах ты крыса. Ну, у меня лям 200 мне насрать. Так вот, помнишь тех рэкетиров? Эти уроды наведались сюда, пока мне не было. Похитили местного разведчика. Оставили записку и требуют миллион. Вот же суки. Я так и думал, что они не простят того оскорбления. Зря вы их тогда не пристрелили. В записке сказано, чтобы я подошел в указанное место с деньгами и без оружия. У меня есть один артефакт, его можно использовать для внезапной атаки на бандитов. Они его не примут за оружие. Главное, ударить первым и не подставить заложников. Действуем так. Ты идешь навстречу, и я тебя прикрываю. После того, как произойдет контакт с рэкетирами, я через некоторое время отвлеку их внимание, а ты воспользовавшись этим. Используешь силу моего артефакта. После этого они уже ничего не смогут сделать. Они говорят, что убьют заложников при малейшей опасности. Это слишком рискованный план. Доверься мне. Ты знаешь, как пользоваться артефактом Зуда? Или Зуда? Не знаю. Не, впервые слышу о нем. Нужно изо всех сил сдавить его в руки. Вокруг тебя образуется волна аномальной энергии, действующая на всех враждебно настроенных людей в радиусе 20-30 метров. Она сильно долбанет по их мозгам. Ты задействуешь Зуду, бандиты на некоторое время потеряют сознание, а я из засады пристрелю одного из них. После этого мы схватим второго и допросим. Смерть напарника деморализует его. Будь готов к побочному эффекту. Энергия артефакта подействует и на тебя. Ощущение неприятное. Потерплю. Тогда двинули к месту встречи. Двинули. Блин, я все никак ему не могу доложить про странный радиоприемник, который я нашел. Совсем без оружия идти. Че, мне типа выложить оружие или все-таки с собой можно потаскать? Ладно, давай на всякий случай выложим. Мало ли. Все равно у меня вот тут ножи всякие есть, какие хочешь. Коллекция ножей чисто. Артефакт, который я не смог сварить в барокамере, потому что лаборатория какого-то черта закрылась. Вообще нелогично. Типа я убил ученого, он сказал, все, я разблокировал замок, вали нахер отсюда. Он разблокировал и сдох. А почему я обратно не могу зайти? Кто заблокировал-то, епта? Что за бред? Ну вот. Короче, тот артефакт. Иди нахер. Иди нахер, телепорт. Вот когда нужно было, ты мне не помогал, а теперь тут летаешь. Тот артефакт убирает постэффекты от ранений и минус вес дает. Ну вот минус вес, это, конечно, минус репутация этому артефакту. Потому что вес мне очень важен. А касательно постэффектов от ранений, да ты серьезно, что ли? Ну вот как это? Что это такое? Что за бред? Почему, когда мне нужно было, этот телепорт убегал от меня? Когда мне не надо, он летает за мной, как конченный. Так вот, постэффекты, конечно, классно. Но, не знаю, я не так часто ранения получаю, как мне кажется. Это раз-два, да терпимо, я вроде не жаловался на постэффекты. Единственное, что бесит всегда в любом моде, это эффекты от пси-повреждений. Когда у тебя экран плывет, это неприятно в любом случае. Кто-то говорит то, что у него артефакт вообще этот не работал, типа. Поэтому не сказать, что я что-то ценное для себя потерял. Блин, чувак, ну куда ты так рвешь-то, а? У меня выносливости нихера, я не могу за тобой носиться. У меня столько говна в инвентаре. Я не знаю, что мне нужно, что мне не нужно. Это Абдуль, я на позиции. Подойди ко мне на пару слов. Хорошо. А ты мне дал же этот артефакт? А, ну вот он. Да, понял. Так, давай сейчас у него просто спросим про радиоприемник. Вдруг потом будет поздно, этот диалог исчезнет. Я нашел странный радиоприемник. Что это может быть? Это не простой приемник. Это приборы, сконструированные из приемника и дополнительных частей. Сделали его техники агентов для того, чтобы искать с его помощью тайники. Какие тайники? Схроны, которые одни агенты оставляют для других. Там обычно лежат аккумуляторы для псевинтовок или Т-костюмов. Тайники эти очень неприметные и случайный человек навряд ли на них наткнется. А вот при помощи переделанного приемника сканером можно. Как я могу найти схроны агентов? Ты должен найти такое место, где приемник автоматически поймает радиосообщение с зашифрованной информацией в виде чисел. Это будет означать, что тайник находится где-то в радиусе 30 метров. Если же приемник будет ловить только шуму помехи, значит, что тайников агентов в близости нет. О, это каждый раз его ставить. Мне эти тайники не нужны, потому что у меня псевинтовки нету и Т-костюма тоже. Чтобы использовать псевинтовку, мне нужен Т-костюм. А там переносимости, нихера и прочего. Поэтому нет пути, мне это не нужно. Что теперь? Я вижу этих уродов. Не приближайся к ним с оружием в руках. Лучше спрячь его. Эти ребята отморозки еще те, шуток не понимают. Да, а я думал без оружия, значит, совсем без оружия. Хорошо, я спрячу оружие. Я останусь здесь, на этой позиции. Ты подойдешь к ним и начнешь переговоры. О деньгах сразу не говори, сначала заручись гарантией, что заложник жив. Как только ты получишь эту информацию, сразу же задействуй Зуду. Тебе и бандитам конкретно шарахнет по мозгам аномальной энергии. До меня она не дойдет, и я, воспользовавшись моментом, подстрелю одного из них. Как только это произойдет, не мешкай, хватай его... Как только это произойдет, не мешкай, хватай с тела его ПДА. Зачем? Я готов поспорить, что у этих гадов есть сообщник, который сидит где-то неподалеку и ждет сигнала от них. Если мы спугнем их раньше времени, то он получит сообщение на свой ПДА о засаде и убьет заложника. Когда ты получишь ПДА от Ирсы, которого я застрелю, сразу же проверь его на наличие данных о месте, где спрятан пленник. Получишь координаты, сразу же беги туда и защищай своего товарища. Главное успеть до того, как туда доберется сообщник. Не то он его порешит, все ясно? Кажется, да. Повторю еще раз. Разговор, выстрел, ПДА от Ирсы, точка на карте, успеть раньше сообщника. Постараюсь. Блин, ну успеть раньше сообщника, это не про меня. Про меня это доползти кое-как. Ну здорово, черты. Ну че, фраер, вот мы с тобой снова встретились. Вижу. Где бабло? Где новый билд? Ой, то есть я хотел сказать, Василий жив? В смысле, а в чем? Тут много отсылок есть, которые я не понимаю. Но вот это прям в диалоге. Прям бросается так. Ты че, глухой? Я спрашиваю, ты бабло принес, лошара? Я хочу убедиться в том, что заложник не убит. Думаешь, я тебя напиздел? Короче, я спрашиваю в последний раз. Бабло принес? Сучка ты драная. Принес. Так давай сюда. А как насчет хабара? У меня есть с собой уникальный артефакт, который стоит миллион. Такой вариант подойдет? Че? Какой нахр артефакт? Тебе ясно было сказано, неси бабло. Ну ты хоть посмотри. Ты ж специалист, сразу поймешь, что штука ценная. Деньги у меня есть, я просто предлагаю выбор. Торговаться вздумал? Петух дырявый. Ну покажи, что у тебя там за говно. Если в натуре хороший арт, то возьмем и его, и бабки. С удовольствием, вот он. Это че, такой прикол, типа, да? Да. Сюда. Так, ПДА, на месте. Все. Че? Где? А, шустрый исчез. Ладно. ПДА, ТРСЫ. Опа. Свалка, получена метка на карте. Где? Кого? Кто? Пленный разведчик. Нихера себе, а че он в жопе-то такой? А это че? А, все, мой дятлов с товарищами, понял. Бегит! Прескачат! Или мне с тобой поговорить? Нет. Ну тогда пока. А вообще, я могу туда быстро добраться через телепорты попробовать. Типа вот так вот пролететь. И все. Дикс используем один. Ой, тут же ветер странный, я и забыл про него. А я не помню, вроде же при помощи какого-то артефакта меня не будет трогать ветер. Или я ошибаюсь? Возможно, ошибаюсь. Ага, ага. Конечно. Трогает еще как. Опа, телепортик сюда. Следующий, следующий здесь. Ныряем. Далее. Где? Кого? Вот он. Опа. Все, я у заложника. Сообщник по-любому такого не ожидал. Мужики, я тут, привет. А, тут Сеня какой-то где-то, слышишь? Сеня, ты где? О, Сеня идет. Слышишь, Сеня? Так, 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 так. Сеня, 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 давай, уходи на перезарядку. Сеня, Сеня, ну ёп твою медь, ну что за шо ты? Эх, блин, надо было брать оружие. Все, 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 ну уходи на перезарядку. Все, давай, до связи. Резня, это навсегда. Так, бинт, пейн, убираем. Все, все нормально, чуваки. Давайте, вставайте. Как ты? Хреновато, эти уроды излупцевали меня, как собаку. Идти можешь? Могу. Ты-то где пропадал? В темной долине. Сначала исследовал подземную лабораторию под фабрикой, затем рыскал по окрестностям. Нашел редуктор для БТРа? Да, нашел. Сможешь его установить? Конечно. Пока тебя не было, я как мог подрихтовал движок, трансмиссию, смазал и заправил машину. Вот, спасибо. Идем к убежищу? Пошли. А Абдул где? Наверное, к убежищу подойдет тоже. Пойду сразу оружие свое возьму. Но огнеметы не буду таскать. Типа, спасибо, не надо. Я чисто с ЮСАСом буду ходить пока что. ЮСАС вообще идеальная пушка сейчас для меня. Людей валят, мутантов валят. Вообще никаких проблем нет. Не нужны мне ни огнеметы, ни винторезы на данный момент. Мне и так нормально. А где остальные двое? Куда они делись? И где Абдуль самое главное? А, ну вон, Абдуль несется. А вы че? Или мне с вами тоже надо поговорить отдельно? Че стоим? Ёпта. Мне кажется, я могу помочь тебе. У меня есть артефакт-проводник. Значит, теперь ты сможешь провести меня через железку? Да. Но боюсь, что действовать тебе придется самому. У меня есть и другие дела. Понимаю. Не могу настаивать, но ведь я тоже не хочу сидеть здесь вечно. Сделаем так. Я дам тебе артефакт, а ты уж как-то сам. Хорошо. Дорогу я помню. Может и прорвусь. Если ты доберешься до железки, то пройдя ее с проводником, разрядишь эту аномалию, и путь на север зоны для обитателей кордона будет свободен. Удачи тебе. Надеюсь, он дойдет. Ты че скажешь? Ты ничего не скажешь. Тебе вообще насрать на все. Все, давайте, пока, парни. Вы же уходите, да? Или че вы будете делать? Стоять. Ну, ваш выбор. Так, получается, я проводник снял. И могу что-то другое на поезд нацепить. Это здорово. Только вот что? А, ну бублик, он же дает выносливость и переносимый вес. Ё-моё. А почему у меня не два бублика на поясе? Я что, придурок? Я бы одну спиральку убрал, да? Да. Два бублика повешал. Выносливость-то, ёпта. А я жалуюсь, че у меня выносливости нет? Так я билд артефактов неправильный составил. Все в порядке? Да. Сейчас я приступлю к ремонту. Мне понадобится несколько часов. И редуктор, конечно же. Все это у тебя есть. Ты че скажешь? Ты ничего не скажешь. Так. Че, все? Ну, я посплю пойду, наверное, пока что. Доброе утро. Ага, нихера себе, откуда у меня радиация? Подожди, или у меня артефакты не держат радиацию. А, проводник-то минус раду давал сильную. Ёптвоё. Так, придется один бублик снять с пояса и что-то на минус раду повешать. Только вот что? Есть ли у меня что-то такое интересное? Ну да, но минус выносливость дает, твою мать. Как бы не хотелось бы. А, кожа еще тоже здоровский артефакт. Но мне все еще нужна минус радиация. Черт. Ну давай, одну спираль снимем. 5 килограммов, в принципе, не критично в данной ситуации. И поставим ЕХЗ. Ну, уголек. Пускай будет. Все. Радиация в минус идет. Да, неприятно получилось. Так, ты ничего не говоришь? Ты тоже. Или что, или я просто уже могу сесть в БТР? Видимо, могу. Все. Но я, наверное, этого делать пока не буду, разумеется. Путь на росток нам открыт. Но на сам росток нам еще рано, господа. Нам нужно как минимум пройти агропром. А как максимум сходить на кордон. И, наверное, на кордон я сегодня и схожу. Благо, есть телепорты, которые сократят. Мой путь, причем нехерово так. И, надеюсь, на кордоне они тоже сократят. Очень буду на это надеяться, молиться и так далее. Что ж, погнали. Давно я ребят своих не видел. Может, чем поделиться интересным. Я на блокпосте. Так, что по телепорту на кордоне? Да еб твою, серьезно? Нету телепортов отсюда. Ну вот хрень. К туннелю есть, к деревне и к мосту. Понятно. Говнище древнего мамонта. Половину кордона придется бежать, а что поделать? Сейчас заодно посмотрим, справился ли вояка или нет. Будет забавно, если нет. Вообще, я вспомнил, что я хотел на кордон пойти после агропрома, чтобы как раз и квест с маской сдать. Но, блин, раз уж я пришел сейчас, то поздно уже сдавать назад. Что за шлепа? А, шлепа. Я вспомнил. Что, ты тут до сих пор сидишь? Интересно, у него есть какие-то диалоги или нет? Здорово, шлепа. Как твой ничего? Ничего. Понятно. Что-то, не знаю, не выглядит так, будто железка была разряжена. Если она не разряжена, то я разворачиваюсь, потому что, а как пройти тогда? Ну не знаю, эта хрень тут все еще летает. Разве она должна тут летать? Ха, я прошел. Странности. Ладно. Ну а дальше можно и по телепортам. Я слышу вертолет. Ха, с каких-то пор на кордоне вертолеты летают. Так, я у деревни. Вертолет, ну очевидно, где-то над блокпостом вояк. Только вот нахрена. А, здорово, мужики. Все на месте, все живы. Вот и славно. Вот и хорошо. Ну-ка, пойдем, зайдем, побазарим. Хотя вряд ли я с ними какие-то диалоги будут новые. Но, тем не менее. Видите, всем насрать на меня просто. До встречи. А, Жекан, это ты? Ну, до встречи. Как бы ты пришел к нам в экзоче. Ну, хотя я и до этого в экзоче был. С Юсасом, с кучей говна всякого. Ну, до встречи. Нам не интересно с тобой базарить. Ну, это понятно. Я просто рофлю. Как-то это, считайте, какой-то скрипт делает то, что после там прохождения определенной локации, чтобы на кордоне новые диалоги появлялись. Но это слишком жирно, я считаю. Тем не менее, к Слидену мне по-любому зайти надо. Я нашел сломанное оружие, посмотришь? Давай. Кажись, такая же штучка, как у того погибшего в студне туриста. Так и есть. Слушай, а я ведь теперь смогу взять из нее запчасти и починить свою винтовку? Вот ты молодец, что притащил ее ко мне. Не забыл, какой у нас договор насчет этого? Да успокойся, продам я тебе ее. За символичную сумму в 30 тысяч рублей. Как и договаривались. А я, между прочим, жизнью рисковал, доставая эти запчасти. За железку ходил. Жекан, пойми, даром я тебе это оружие тоже отдать не могу. Тогда давай скидку. 15 тысяч за винтовку, и мы в расчете. Лады. Да блин, на самом деле не очень она мне нужна. Ну ладно, ну как-то моя красавица. Которая на 500 метров без промаха бьет. В порядке, я поставил нужные детали. Смазал, зарядил. Только не опробовал пока, но это уже твоя забота. Пронес плату. Ну давай, 15к. Для меня это не деньги, конечно. Ну говорят, винтовка говно, но сейчас протестим, давай. Собственно, почему бы и нет. Пока не вижу поводов хейта. Светить ее винтовка как винтовка. Может быть потом поиспользуем. Я не успел проскочить сквозь аномалию под мостом. Эх ты, такую возможность потерял. Ладно, давай подумаем, что же теперь делать. В смысле, а почему вообще этот диалог доступен? И не сломаю ли я сейчас игру, если буду прожимать его? Другого прохода, кроме как под мостом, нет? Вообще-то есть, но он еще более опасен, нежели первый. Это транспортный туннель в насыпи западней моста. Там другая аномалия засела, электрическая. Может ее тоже можно как-то разрядить? Вряд ли. Однако у меня появилась идея. Смотри, есть такие специальные костюмы, которые обладают высокой защитой от основных аномальных воздействий. Огня, радиация, кислоты и электричество. Можно попробовать достать такой костюм. Сможешь заказать его где-то из-за периметра? Нет, не смогу. Слишком специфический заказ. Да и дорогой. Кроме того, остается большой риск. Ведь такой костюм на все 100% от электричества аномалий не защитит. Придется рискнуть. Само собой. Такие комбинезоны я видел у ученых, когда они базировались здесь, на кордоне. У меня есть и подтвержденная информация, что парочку таких они оставили на армейском блокпосту, когда уходили. Зачем? Ну мало ли, может там посреди плаца вдруг жарко вылезет или над крышей казармы электры засверкают. Дело не в этом. Я тебе к тому уведу, что есть резон тебе туда наведаться и стыбзить один из них. Шутишь? Это ж блокпост. Снайперы и штук 10 стволов плюс БТР. Я знаю, что тебе поможет. У меня есть маскировочный костюм. Ты оденешь его и прошпыгнешь мимо снайперов. Прокрадешься аккуратно с левой стороны от дороги к самому забору. Там в одном месте будет повальное дерево, подмявшее изгороды. Там ты проберешься дальше. Затем зайдешь со стороны казармы и у забора будет лежать куча плит и разный хлам. По нему перелезешь на самую территорию. Потом будешь действовать аккуратно. Проверишь, нет ли поблизости патрульного и проберешься в казарму. А там найдешь арсенал блокпоста. Большой квадратный зеленый сейф. Он закрыт на кодовый замок и ты попытаешься его взломать. Если где есть спрятанные эти костюмы, то только там. Назад вернешься таким же способом. Это самое трудное и опасное задание в моей жизни. Лучше не зарекайся. Ну так что, тебе ясен полон действий. Давай маскировку. Не то, чтобы мне нужны эти костюмы, но там квест на блокпосте, как бы, благодаря этому я выполню. Поэтому, поэтому да. Но, естественно, масхалатный переносимый вес не дает. Поэтому сейчас придется как-то жестко разгружаться где-то. Ох, а у меня тут куча говна всякого. Кстати, булыгу я бы взял. Что еще отсюда могу взять нужного мне? Артефакты. Бабло есть. А калина. Она же жесткая. Вместо уголька. Лол, давай. Что мне тут еще может пригодиться? Вот это. Части мутантов. Очень серьезно. Думаете, что еще раз пойду в темную долину к излому? Обменивать на какое-то говно? Артефакты с собой потаскаю, а потом продам. В принципе, мне отсюда больше нечего ловить, как я полагаю. Поэтому мы, собственно, ничего и не ловим. Одну аптечку могу стыбзить, так. Для прикола. Короче, мне нужно в какое-то другое место скинуть, потому что, ну, тут не варик. Тут мое барахло перемешается с другим говном, и мне потом ищи свищи свой хабар среди всего этого. Вот сюда скину. Давайте подумаем, что. Аук. По-любому две монтировки, медкомплект, диэлектрическая перчатка, нахер она мне тут нужна. Испорченные документы, хотя они ничего не весят, но, тем не менее, священный биборан. Приемник один килограмм весит, фляжка с водой. ПНВ третьего поколения у меня уже есть. Слушай, нихера себе. Ну, его на поезды отсыплять, поэтому мы не протестим его. Мне впадло артефакты с поезда снимать. Слишком много медицины, мне столько не нужно. Микстуру от чернобыльской чумы, зачем оно надо. Аккумуляторы до сих пор у меня остались, лол. Прицел для СКС. В скобочках СКС я так и не нашел. Шерсть не использую. Перепараты B190 сюда. Диксы вот пригодятся к 100. Бинтов у меня слишком дохрена, прямо ух. Ипопрофенов тоже много не надо. Пивко. Пивко, конечно, классно. Не, ну одну баночку с собой возьму в дорогу, мало ли. А рацию на кордоне можно использовать, интересно. Ну-ка, подожди. Ясно, говно какое-то. Карманный фонарь. Булдыжники. Сигареты. Часть. Кассеты сюда. Детонатор сюда. Армейский шлем пусть будет. Уголек не нужен. Щебни не нужны. Каштан, жаба, корона, клубок. Две полыни, две слезы. Вся херня. Че еще не надо мне? Ну, остальные арты я не буду скидывать. Вот это, вот это скину. Патроны лишние. Ну, вроде как разгрузился уже 76 килограмм. Можно уже идти, я думаю. Так, охотничий бинокль мне не нужен. У меня есть армейский. Охотничий си оставьте. Ну, все получается, погнали. Налегке разгрузился. Ну, хотя в ноствии мне это не дало, конечно, особо. Но, тем не менее. А обязательно, ну, типа, можно днем или ночью только нужно. Хер его знает. А, еще на свалке напомнил. Я сам себе сейчас захоронение 224 нужно обыскать будет. Обязательно. Так, тут еще точка эвакуации полковника Краснова. Тоже нужно будет чекнуть, чисто посмотреть, что там. Ну, и потом вернемся на свалку за хоронение и обыщем. А в следующей серии уже на агропром двинем. Будет в следующей серии целиком на агропроме. Сейчас пока что так. Хвосты, скажем так, обрубаю некоторые. Блин, у меня чайок. Я давно чай не заваривал. Надо будет как мне заварить. Что-то я забыл вообще про это. Ну, хотя я так себе разгрузился, потому что у меня куча говна до сих пор, типа, с собой. Ведро, вот зачем я таскаю. Крысоловку. Это уже где-то около полутора килограммов. Так, еще я на этом месте эвакуации должен найти. Тут же ничего нету. Тут разве что в кустах рюкзак есть и тут медицина. Ну, и все. На этом плюсы кончились. Ладно, погнали, попробуем постелсить. Масхалат одеваем. У меня есть такой же, кстати. Я мог и без этого квеста, наверное, на агропро... Тьфу, блин, какой агропро. На блокпост про красы. Возможно, там был бы квест, короче, который сейчас вы увидите. Да, на всякий случай, давайте через вопрос о железке. О, нихера себе! Тут все это время были научные аптечки, жестко. Я их, блин, на... Ну, в темной долине, там, на свалке и прочих локациях не находил особо. А тут три аптечки просто в ящике на кордоне. Нормал, да и так-то. Так, все, я могу начинать. Надеюсь, меня тут не захерачат, ничего со мной не сделают. Друзья, не стреляйте, пожалуйста. Я... У меня пушки нету. Ну, есть, на самом деле. Я вас обманываю. Нагло. Я боюсь мин. А тут мины видны или как? Подожди. Не, мины невидимые. Хм, блин. Вот бы у меня были такие синие палочки, которые показывают эти мины. Но, к сожалению, у меня есть только болты. Просто, по-моему, вдоль забора где-то мина в оригинале. Тут, я не знаю, может, ее убрали. Я всегда срусь около забора идти из-за этой мины сраной. Не потому, что она меня убьет. Она меня вряд ли убьет. А потому, что я пугаюсь ее. Она так внезапно активируется, блин. Так, все, через повальное дерево перебрался. Дело за малым. Тут есть друг среди военных. Майор Логинов. Вся херня. А почему-то друг мой не отмечается в контактах. Почему? Ты что, мне не друг, на самом деле? Ага. А что это за вертолет? Или ты его, типа, чинишь? Что это такое? Ладно, подожди. Сейв делаем, погнали. Тут вроде никто не патрулирует. Можно нырять. Тут еще какой-то нейтрал. Прапорщик Купцевич нейтрал. Почему? А, друг, возможно, тот чел, который перебрался отсюда. А, нет, слушай. Привет, рядовой. Это ты меня спасал в начале игры, а? Ну, ты чисто выдал, конечно. А ты что здесь делаешь? Благодаря некоторым, не в меру шустрым личностям, вроде тебя, я теперь преступник. Меня посадили по заключению за твой побег. Это ж я тебе дверь открыл, помнишь? Когда ты больным притворялся. Мне повезло тебе земель, я сочувствую. Помоги мне, я ведь помог тебе. Но вот видите, он мне помог, теперь я ему. Как я тебе помогу? Я сам сюда еле пробрался. Если кто меня заметит, назад живым я точно не выберусь. Если ты нормальный человек, помоги, прошу. Что ты хочешь от меня? Освободи меня из казармы. Я хочу уйти вместе с тобой в зону. Ты офонарел? Высадший меня. Моя нормальная жизнь в обществе теперь накрылась. Мне дадут от трёх до пяти лет. Я слабохарактерный. На зоне меня сразу сломают. Так что я выбираю другую зону. Зону отчуждения. Лучше уж так, чем гнить в камере. Понимаю, что там меня ждёт смерть. Возможно, быстрое и ужасное. Но всё же. Выбор сделан. Помоги. Раз уж ты так решил, бог с тобой. Но как я открою тебе дверь? Кругом солдаты. Ключ от двери находится в вещевом ящике нашего прапорщика Кубцевича. Он стоит рядом с его коморкой в доме, что рядом с этой казармой. Там же лежит и маскировочный костюм. Я вижу, ты правильно сделал воспользовавшись им для того, чтобы пробраться мимо снайперов. Такой же костюм нужен и мне. Ты стащишь ключ и костюм из ящика. Откроешь дверь, я переоденусь, и мы уйдём тем же путём, которым пришёл ты. Кстати, там где-то рядом с Кубцевичем, вроде и твои вещи должны лежать, которые у тебя при задержании конфисковали, но в другом ящике, не перепутай. Я попытаюсь, но есть один вопрос. Слушаю. Подскажи мне код от вашего арсенала, который ты сторожил. Записывай. Че Гевара, 1928. Фидель Кастро, 1926. Угу Чавес, или Чавес, 1954. Гарри Трумэн, 1884. Какое имя высветится в качестве подсказки, такую цифру и введёшь. Надеюсь, мне помогут эти данные. Да я, в принципе, и загуглить мог, но ладно. Держись поближе к кустам. Если тебя заметили, спрячься и подожди некоторое время. Хорошо, фонарь вырубаем. Так, а где вообще ваш арсенал? Чё думаешь? Я знаю, я не знаю на самом деле. А, ну он, вижу, там какой-то сейф. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, чё, нужно в коморку к Купцевичу пробраться. Че шо, вы чё, рофлите? Как я туда проберусь? Из меня стелсер? Как, я не знаю, из кого там балерина. Ладно, чё у нас тут? Че Гевара. Понял. 1926, значит. Ой, то есть 28. Так, что тут? ССП-эколог тот самый. Я его положу обратно, потому что он мне не нужен на самом деле. Взломать арсенал поста, в смысле? А я чё, не взломал, что ли, или что? Пробрался незамеченным в казарму блокпоста. А я что, замечен? Почему мне эти квесты не засчитались? Ну и бред. Ладно, мне отсюда ничего не надо на самом деле. Чё нужно? Выкрасть ключ. Выкрасть сидячком из крошки костюма. Освободить рядового. Добраться до лагеря. Договориться с новичками, чтобы они приняли дезертира. Понял, принял. Так, поближе к кустам. Интересно, я издаю шум? Ну, хотя, да, блин, с чего бы я не должен сдавать? Ну, короче, мне намекают, что вот так вот можно, типа, пробраться мимо того строя, который на площадочке у нас тут расположился. Сделаем сохранение. Привет всем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Меня никто не заметил чётко. Здорово. Куцевич. Здравствуйте, можно побазарить? До встречи. Кажется, меня заметили. О, ладно, это был рофл. Чё вы начинаете? Ладно. Чё тут? То есть я у тебя из-под носа буду вот так вот... Представьте, как это в реале выглядит, да? И ящиком. И вот тут стоит майор, который, типа, вообще ничего не видит. И как я буду отсюда вещи свои забирать? У меня такая будет рука растягиваться, да? И в ящик залазить так далеко. Чешо, я не пойму. Но мне тут ничего не надо, только дробь возьму и всё. Ну, аптечку по приколу могу ещё взять. Так-то это снаряжение устарело тысячу лет назад. Так. Ну-ка. Ага. Ключ от казармы. Масхалат. Всё на месте, отлично. До связи. Ну, и выбираемся так же, в принципе, да? Поехали. Ну, вообще, меня никто не заметил. Ну, если не считать того случая, когда я, очевидно, зарофлил и пошёл говорить с командиром. Ну, типа, я удивлён, что я не спалился. Так-то должен был давным-давно. Чё сидишь, друг? Пока. Hello? Тихо, тихо. Куда ты пошёл-то сразу? Мне же тебе костюм ещё надо выдать. Теперь слушай меня. За казармой есть сортир, за ним лаз через забор. Угу. Тихонько крыльёмся туда. Как доберёмся, жди дальнейших указаний. Понял? Так точно. Тогда полезли. Давай, иди. Я тут армейскую аптечку стырю. Вот что-что. Ладно. Жадность фраера сгубила. Ага. Сломанный сейф. Ура! Уже третий сломанный сейф за прохождение. Ладно, сейчас всё сделаем снова. С херами оно вообще самое главное сломалось. Непонятно. С топ-пятидеся... Нет, сто сорок девятый заменим. И сто пятьдесятый сразу сделаем. Ну, костюм я уже с собой точно не унесу. Я вот так для квеста чисто взял. А чё ты теперь не выходишь? Я открыл тебе казарму. О, наконец-то. Кажется, меня заметили на... Иди нах! Опять вылет! Да что это такое? С хера ли это происходит? Чё за бред вообще? Я не понимаю. Тихо хз. У меня теперь два сохранения поломалось. То сорок девятые и сто пятьдесятые. Проклятые сейвы какие-то. Ладно. Короче, у меня нет права на ошибку после того, как я... Ну, вот после вот этого сохранения. Загружаться только отсюда теперь могу, наверное. Непонятно, в честь чего они вообще ломаются. И как мне вот это вот выполнить? Где оно? Вот это вот. В смысле, я же был в казарме. Не замечено. Что за бред? И арсенал поста взломал. Наверное, всё-таки зря взял квест на железную дорогу. Возможно, я мог и сам без этой херни прийти сюда. Но если он будет висеть, то... Ну, чё поделать? Будет висеть, значит. Ты как меня заметил, чуркобес? Не дай бог ты меня сейчас в сохранении сломаешь. Иди нах! Попытка номер двести. Я не знаю, что ещё сказать. С хера ли ты меня палишь? Чудовище сраное! Ты никогда не палил! А то палить вдруг начал. Всё, вроде спокойненько выхожу пока что. Сейчас посмотрим. Я вообще не слезаю с... Шифт контрола. Ну и вон нахер. Теперь надо перелезть через забор. Ты добыл маскировочный костюм? Снайперы не дремлют. Вот, держи. Отлично, спасибо. Теперь слушай сюда. Как только переберёмся через забор, сразу же будем продвигаться к повальному дереву у колючки. Там перелезем через изгородь и осмотримся. Ясно? Ясно. Не отставай. Опа. Нас сразу сюда кинуло. Ну, в принципе, да. Потому что NPC тут как бы ничего бы не сделал. Теперь мы должны двигаться справа вдоль колючки, стараясь держаться как можно дальше от блокпоста. Хорошо. Не вздумай побежать сломя голову, он нас сразу же заметит. Будем двигаться вон до того холма. Затем свернём налево и скроемся за ним. Так. Там будет рукой подать до деревни. В деревне местные, я поговорю с ними насчёт тебя. Они не подстрелят меня? Нет. Но и встречи с раз простёртыми объятиями ты от них не жди. Пошли. Погнали. Надеюсь, тут теперь сейвы не будут ломаться. Ну, вообще, я тут ушёл спокойным шагом. Я могу обратно спокойным шагом идти? Дебил. Мину взорвал. Есть только один способ это узнать. Но вообще, лично он уже далековато. Вот блокпоста. Снайперы там не шьют. Я могу побежать? Я побежал, короче, пока. Мне кажется, это так. Для атмосферы в диалоге сказали, типа, вот, аккуратненько. Снайперы не дремлют. На самом деле, дремлют ещё как. Тут можно бежать сломя голову просто без проблем каких-либо. Собаки. Вот собаки могут стать серьёзной проблемой. Вроде не стали. Ладно. А чё это тут такое? Чё-то я не замечал этого. Подожди. Чё это такое? Что за бред? Откуда оно здесь? Спокойно. Не орать. Кабаны, кабаны. Чё теперь? Наивный парень, который не хочет стрелять в людей. Таким в армии не место. А вот в зоне посмотрим. Понятно. Да, в зоне вообще-то тоже нужно стрелять в людей. Так что, хз. Сколько он тут протянет? Ну, квест так и висит, короче. Я не знаю. Видимо, он забагался. Из-за того, что я уже был с железкой, вся херня. Ну, началось всё с того, что мне вот эти квесты не засчитало. Хотя в казарме я был. В незамеченном и арсенал поста, как минимум, взломал. Хрен его знает. Ладно, теперь нужно с местными говорить. Саня, тут такое дело. Я привёл беглеца с блокпоста. Примешь его? Серьёзно? Сам привёл? Как мимо снайпера в прорез? Пришлось прибегнуть к хитрости и одеть маскировочный костюм. Рискованное дело, молодец. Ну и где же наш счастливчик? Ждёт снаружи. Дело в том, что... Это бывший солдат рядовой. Что? Ты в своём уме? Какого чёрта ты притащил его сюда? Он же раскроет местоположение нашего лагеря. Не раскроет. Он сам попал под арест и решил слинять в зону от трибунала. Ну а я ему в этом помог. Ну и дурак же ты, Жекан. Да ведь это подстава. Вояки специально подсунули тебе своего человека, чтобы ты его аккуратненько привёл прямо к нашему убежищу. Я не подумал об этом. А следовало бы. Ты хоть понимаешь, что из-за тебя нас всех теперь могут в один прекрасный момент загрести? В лучшем случае посадят на долгие годы. В худшем просто зачистят лагерь вертушками. Ведь мы для вояк потенциальные разносчики опасностей зоны во внешний мир. Чёрт его знает, что теперь делать. Раз ты привёл его сюда, то уже поздно. Мы-то его примем, но жить он будет отдельно, чтобы не слушать, о чём мы тут между собой говорим. Это раз. Пусть живёт в соседнем подвале. Во-вторых, маскировочный костюм я у тебя конфискую. А то чего доброго снова полезешь на блокпост за приключениями и приведёшь за собой ещё роту новичков с автоматами. Ладно. Тьфу, блин, в смысле? А нельзя было опровергнуть эти слова, типа? Да вот, он реально попал, потому что, типа, я благодаря нему выбрался вообще в зону, вся фигня. Слушай, джекан просто молча схавал. Мы согласны принять тебя, но жить будешь отдельно. Можешь устраиваться в том подвале, что справа от костра. Понимаю, военным вы не доверяете. Ладно, я заслужу доверие делам, вот увидишь. Только дров не наломай. Постараюсь. Я не благодарю тебя за помощь. Вот, при меня остался мой бронежилет. Он хоть и не защитит тебя от аномалий, но пули и клыки мутантов остановит. Он твой. Ну, спасибо. Всё. Плюс мораль. Быстро, за хабаром. Броник мне твой не нужен. Будет тайником для новичков. Всё. Снарягу мне мою сюда. Всё на месте. Всё прекрасно. На свалочку теперь отправляемся, полагаю. Давай только чекнем, не осталось ли у Слида на диалога какого. Если нет, то я пойду. Нет диалога. Квест также забагался. Хотя, может, когда я проберусь через железку, что-то там и обновится, но я сомневаюсь. Аттеншн. Это вряд ли из-за того, что я не забрал комбез, потому что, ну, взять научный комбинезон и есть. Возможно, из-за этого не засчитается проникнуть за железную дорогу, но, опять же, вряд ли. Прям из-за этого. Речь-то о том, что не засчитались вот эти квесты, они так никак от комбеза не зависят. Поэтому, скорее всего, всё-таки дело в том, что я поздно взял это задание. И нужно было, типа, до того, как я железку пересеку его брать. Но вот, вышло как вышло. Я чисто пришёл, на самом деле, ну, взял этот квест ради того, чтобы на блокпост слазать с масхалатом и вояку спасти. Может, меня давно долбят по этому поводу. Кто куда, а я на свалку. Всем свалочный привет. Я на свалке что-то тупанул, задумался и побежал пешком сюда, хотя мог на телепорте пролететь, но неважно. Сейчас пойдём обыскивать это захоронение. Вон тот самый экскаватор сраный. И нужно будет сейчас как-то около него поставить наш прибор аккуратненько. Он у меня с собой, да? Так, я могу его тут поставить? Этого хватит? Ну-ка, давай посмотрим. Всё, да. Пошло удаление аномалии. Готово. Давай. В смысле? Я же удалил аномалию. А, там отмена написала? А с херали отмены, интересно? Ну, наверное, потому что не у экскаватора нужно располагать, а около веществ этих. Тогда просто, ну, такой рейндж аномалии был, то, что вот так вот оно всё происходило. Ага, всё, понял, короче. Дальше ковша не ходить. Всё, сейчас поставим тогда. Всё. Захоронение обезврежено. Найс. Приборчик забрал. Погнали смотреть, чё тут. Тут у нас записочка. И всё. Вроде как всё. Дневник Варпала, часть 6. Обследовав захоронение 335, я обнаружил следы деятельности военных. Они пытались деактивировать или обезвредить источник аномальной энергии, подобно тому, как это было сделано на ферме в долине. Однако, как и в прошлый раз, их усилия не дали результатов. Зур Станцор, имеющий способность проникать мысленное в прошлое, подсказал мне, что здесь работали люди и техника, не приспособленные для работы в подобных условиях. Жертвы среди ликвидаторов стали причиной остановки работ. Молодые парни, уверенные в том, что они забрасывают лопатками бочки с радиоактивными отходами, затем были похоронены в братской могиле. Их тела нельзя было вести за периметр. Последствия воздействия негативной псиэнергии на организм человека вызвали бы подозрения у врачей и зарубежных специалистов. Могила солдат находится поблизости, в одной из похожих ложбинок между холмов. В ней находится нечто, понадобившееся Зур Станцору, поэтому я отправляюсь туда и обследую её. А где? Метку дадить или самому искать? Походу самому искать. Ну только вот где? Не совсем понятно. Не, ну я понял, ну типа в какой ложбине именно? А, вот, смотри, там следующая часть дневника и собаки сраные. Смотрим. В ящике у нас сердце ликвидатора, уникальный артефакт, образовавшийся из останков человека, погибшего от воздействия негативной аномальной энергии. Образует вокруг носителя кратковременный всплеск негативной энергии, убивающий всех мутантов в радиусе 20-30 метров. Использовать следует только в самых безвыходных ситуациях, ибо имеет негативное свойство. Понятно. Так, дневник варпала, часть 7. Останки ликвидаторов оказались потревожены местной живностью. Очевидно, что губительная энергия отходов, спрятанная в захоронениях, почему-то не действует на мутантов. Тем не менее, вещь, о которой говорил Зурстанцор, осталась на месте. Это душа ликвидатора. Мой покровитель сказал, что этот артефакт должен быть надежно спрятан от простых людей, ибо накопленная в нем энергия может натворить много бед. Теперь самое время продолжить путешествие и направиться в окрестности Нии Агропром, где нас ждет очередное захоронение под номером 73. И мое путешествие тоже идет, ну, ведет, ну, вы поняли. В окрестности Нии Агропром, куда я отправлюсь в следующей серии. А пока все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, если вам понравилось видео. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok